Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Как говорил руководителем регионального отделения Политической партии Коммунистов России. Хотя у вас это называется первый секретарь. Николай, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Я уже поинтересовался у вас накануне нашей беседы. Как впечатление, эмоции от первого дня, проведённого в городской думе. Вы новичок, напоминаю. Да, эмоции есть. Конечно, хоть я год был депутатом Юрианской районной думы, но всё-таки Кировская городская дума – это уровень больше. Это больше ответственности. И бюджет города Кирова не сравнить с бюджетом района. Поэтому ответственность, конечно, гораздо выше. Я напомню, воспользовавшись случаем, что вы ещё и баллотировали за губернаторы Кировской области на недавних выборах. И вот прошли теперь в городскую думу, не слишком серьёзное различие претензии на губернаторское кресло, и тут городская дума всего лишь. Я думаю, что если в прошлом году мы не смогли набрать 5% ОЗС, даже по городу Кирова, когда мы смотрели, у нас были наблюдатели по городу Кирову, закрыли все участки. И в прошлом году, и в этом году, когда мы начали отслеживать, то в прошлом году мы в среднем по городу Кирову набрали 2-2,8%. Точнее, у нас меньше 2,5% по городу вышло. Практически голосовали больше в районах области за нашу партию. То есть 3,4% мы набрали только благодаря людям, голосовавших в области, потому что у нас область более оппозиционная, более красная, нежели город Киров. В этом году мы уже когда тоже отслеживали, ночью смотрели, что практически за 5,8-5,9% на начальном этапе было, и вот на 5,4% остановилось в процентах. То есть уже город Киров уже более узнал нашу партию, люди стали голосовать за нас. Поэтому вот такая площадка, как губернаторские выборы, я думаю, что хорошо, что мы её использовали, хорошо, что смогли её использовать. Поэтому я считаю, что это наоборот плюс. Конечно, всем понятно было, что сложно было тягаться с такими кандидатами, как и действующий в РИО губернатор. Тоже вступивший в должность. Кандидат от КПРФ, много раз уже баллотировавший на должность губернатора, кандидат от ЛДПР, Черкасов Кирилл Игоревич, тоже уже неоднократный депутат Госдумы. То есть понятно, что это люди, которых пока ещё мне надо учиться. Но чуть позже мы поговорим поподробнее ещё о состоявшихся губернаторских выборах и о том результате, который вы показали. Ну а сейчас в Гордуму. С какими настроениями, с какими идеями пришли в Гордуму? Или пока не сформировалось что-то такое? Нет, ну у нас была программа, достаточно неплохая, я считаю, на первый взгляд, и по городу достаточно интересная. Давайте озвучим какие-то основные моменты. Ну основные моменты. Всё-таки мы выдвигаем тезис, что глава администрации города Кирова должен избираться общим голосованием. Глава администрации или всё-таки глава мэр? Ну мэр, мэр. То есть он должен быть в одном лице, и мэр должен избираться не депутатами, а должен избираться всенародно. То есть это не одна из партий, это не озвучило. То есть это был один из первых пунктов нашей программы. И каким образом вы хотели бы это добиваться? Ну, а как один депутат я этого не добьюсь. Или вы будете вносить на обсуждение? Я вносить буду на обсуждение, и будем этот вопрос вносить. Конечно же... Это же изменение устава города. Ну изменения, но я и говорю, что программа наша была... Я просто констатирую, что нужно менять тогда. Это как один из пунктов нашей программы, о чём вы спросили. Программа была достаточно развернута, социальная программа, мы её опубликовали и в газетах. Поэтому я думаю, что, конечно, в одиночку эту программу не решить. Ну, по крайней мере, многие тезисы из этой программы мы будем выполнять. Это и по тому, чтобы у нас всё-таки ввести работу по дорогам. Не только ремонты, но и наше предложение было. Запрет транспорта, который более 12 лет проработал. То есть автобусов, увеличение количества автобусов. Так, подождите, 12 лет, то есть если автобус, например, троллейбус больше, чем 12 лет служит, то вы предлагаете его списывать. Да, предлагаем, да, списывать, потому что троллейбус не так действует на нашу природу, а по крайней мере, экологию. А автобус это уже достаточно утратившее, так сказать, экологичность транспортное средство. Так что надо смотреть. И это и гораздо дороже получается, обходится эксплуатация данного транспортного средства. Что ещё? Основные такие общественно значимые задачи и цели. Но уже неплохо, уже немало, так скажем. Требования прямых выборов главы города и предложения по транспорту. Вы же, кстати, прекрасно понимаете, что тут нужно будет сотрудничать и беседовать с депутатами других фракций, в первую очередь оппозиционных, так называемых, чтобы они тоже были на вашей стороне. Да, конечно. Тут я считаю, что надо будет работать со всеми, не только с аппозиционными, но и с партией власти. И я думаю, что при всех вариантах готов работать со всеми. Подождите, вы накануне сказали, что нашим коллегам новостной службы, нашей радиостанции, вы сказали, что к партии власти не примкнёте. Не примкнул. Ценсирую вас. Нет, примкнуть это... А конструктивная работа со всеми, это совсем другое. То есть, если буду вносить какие-то предложения, не если буду, а когда буду вносить предложения, я буду пытаться договориться со всеми партиями. То есть, независимо от того, оппозиционная. Конечно, оппозиционная единственная партия, которая представляет не системную оппозицию, так называемую, не парламентской партией. Потому что, в принципе, я считаю, что парламентская партия – это оппозиция в кавычках, так сказать. А вот реальную оппозицию представляю. Поэтому, конечно, буду в первую очередь смотреть и предлагать те законы, которые... Предложения вносить. Те, которые необходимы для людей. И поддерживать точно так же, конечно, только социально значимое и то, что принесёт плюс. А в каком формате вы собираетесь разговаривать, сотрудничать с другими фракциями? Ну, во-первых... Как, собственно, заявлять о себе? Друзья, давайте рассмотрим. Вы же один такой человек партии. Человек партии. Человек фракции. Человек фракции в Гордоне на ближайшие пять лет. Ну, да. Ну, я думаю, что... Как вы к себе собираетесь привлекать внимание-то и доказывать, что вы здесь довольно нелишний человек? Приходить на заседание фракций, общаться с депутатами, общаться с руководителями фракций. В принципе, сейчас вот они передо мной все были. Да, у нас все знакомые. Пять депутатов уже побывали в Дневном развороте. Так что я думаю, что, имея опыт работы, по крайней мере, с властными структурами и с известными людьми, то есть я работал в студенческих отрядах, общался со всеми, я думаю, что мы будем находить общие точки соприкосновения и будем продвигать именно те, так сказать, инициативы, которые нужны в области. И поддерживать буду, в первую очередь, конечно, то, что нужно людям. Так, давайте, я не могу просто сейчас не процитировать представителей других политических партий. Накануне, да, еще раз повторюсь, мои коллеги поинтересовались, что они думают о вас, да, и как оценивают вас, как личность, как представителя коммунистов России. Вот, например, Марина Сазонтова, на мой взгляд, достаточно жестко высказалась, это руководитель, как известно, Кировского гуркома КПРФ, Марина Сергеевна сказала, что КПРФ не намерена сотрудничать с представителем коммунистов России, далее цитируя. По той грязной деятельности в период предвыборной кампании человек уже себя показал, что он из себя представляет. Может быть, это жестко прозвучит, но мое мнение, с предателями мы не общаемся. Ну, я читал, так сказать, ну, скажу... Не обидно? Не знаю, я вот честно скажу, что в перспективе мы с Марией Сергеевной, я, по крайней мере, с Марией Сергеевной готов работать, если она, конечно, этого... Но она не в городе? Нет, я имею в виду, ну, как с человеком общаться и так далее. В перспективе, ну, что будет там дальше с КПРФ, я не знаю, мы будем активно развиваться, поэтому, если у нее потом возникнет желание вступить в нашу партию, то я готов ее буду принять. Потому что партия, ну, вот, как вы говорили, вопрос там 10 отличий, у нас на сайте это очень хорошо вывешено, можно посмотреть, прочитать. Ну, один из пунктов это КПРФ, это Зюгановская партия, то есть, ну, что будет после... Это вы имеете в виду вопрос, который поступил на нашем сайте, да, я хотел его чуть позже озвучить. Да, кстати, хочу напомнить, на сайте kirovo.ru есть форма для того, чтобы вы задали вопрос гостя особого мнения, ну, и к тому же видеотрансляция к вашим услугам. Простите, прервал. Поэтому, как я уже сказал, мы готовы сотрудничать со всеми, мы готовы тех, кто не согласен именно с действием, кто состоит в КПРФ, не согласен с тем, что происходит в партии, потому что в основном 90% нашей партии это выходцы из КПРФ. Как мы уже, как вот на прошлой встрече я, наверное, рассказал, могу немножко, так сказать, расширить. В конце мая мы общались с нашей студией. Да, 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 немножко расширить этот вопрос. Почему вопрос же стал по грязным технологиям, то как раз отвечу Марине Сергеевне на это, ее, так сказать, заявление тем, что грязные технологии начали не мы против КПРФ, а КПРФ против нас. Буквально с 2012 года, как мы только зарегистрировались, были суды. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что они пытались запретить название коммунисты России, сказать, что КПРФ это только их бренд, который только могут они использовать. То есть это все было, это есть в сети, это можно просто элементарно прочитать. Но даже то, что продажа мандатов, продажа мандатов ЮКОСу в 2004 году, это ведь тоже факт, состоявшийся факт, который, по крайней мере, я знаю, что был. И поэтому говорить о том, что мы какие-то там предатели, мы те люди, которые это не приемлют и которые вышли из партии именно потому, что мы не приемлем той ситуации, которая сейчас происходит в КПРФ. И я считаю, что именно молодая новая партия, такая как наша, отстаивая именно интересы народа, населения, мы, я думаю, что будем активно развиваться, о чем мы уже показали. И вот те судебные процессы, которые мы в этом году выиграли именно по городской думе у КПРФ, там не надо рассказывать басни о том, что... Вот я сейчас хотел, да, как раз-таки, простите, упомянуть, то есть коммунисты, я так понимаю, заранили обиду вот за ту ситуацию в августе, да, этого года, когда по требованию коммунистов России список КПРФ был снят. С выборов, но потом областной суд восстановил. Я, обращаясь к Марине Сергеевне, вспомните прошлый год, когда перед днем голосования вы дошли до Верховного суда, пытались нас снять, мы даже не пытались с вами судиться. Выборы ВЗС. Выборы ВЗС в прошлом году дошли до Верховного суда, и даже в последний день еще не было понятно, снимут нас, не снимут, то есть даже в областной избирательной комиссии не было понимания, придется, может быть, вычеркивать нас из списков. То есть это было в прошлом году, этот факт, это разве не грязные технологии, а если по стране посмотреть, то в этом году более шести списков наших сняли КПРФ, причем мы вот только единственное в Кировской области и еще, по-моему, в Северной Осетии мы сняли списки КПРФ, но там и там были они восстановлены, то же самое произошло и у нас, грязные технологии, если так сказать. Опять же Марине Сергеевне, то как так, три дня судья думала, а потом за один день восстановили, быстренько за пять минут, десять часов КПРФ подали апелляцию, а в двенадцать часов их уже восстановили список. Ну вот это вот для меня как-то остается таким удивительным фактом, как так смогли восстановить, хотя по всем документам и в сети было написано неоднократно, и Антон Далгих писал, и смотрели документы, что там у них было столько ошибок, причем это мы сделали самостоятельно. То есть у нас представитель был Садовников Сергей Викторович от нашей партии, юрист, то есть мы смогли, мы сделали, и говорить о том, что это тут какой-то заказ и так далее, но в следующий раз давайте соблюдать какую-то этику, я вот сейчас предлагаю, давайте не будем друг друга снимать. Во-во-во, я об этом хотел сказать, Николай, а вот все, остановиться, простить друг другу, хотя бы на местном уровне, простить друг другу все обиды, не кидать камни в чужие огороды, вот все, мы вам не мешаем, вы нам не мешаете, по-христиански, дали по одной щеке, подставь другую. Я согласен с этим, давайте так же, то есть вот мы вам показали, что мы можем, если в следующем году начнете подобное, не будете продолжать данную ситуацию, то мы точно так же остановимся и не будем продолжать. Небольшая пауза у нас сейчас будет, не можем без нее никак обойтись. Николай Бурсуков, напомню, гость особого мнения, депутат Кировской городом и шестого созыва, руководитель рекотделения политической партии Коммунисты России, мы продолжим очень скоро. Особое мнение на 101FM Продолжаем нашу беседу на позицию руководителя Горкома КПРФ, я озвучил, Марина Сергеевна Сазонтова, на вас счет Николай Нот, Владимир Костин, руководитель, ЛДПР, координатор, вернее, ЛДПР в Кировской области, и Владимир Журавлев, уже ваш коллега по Гордуме, они, ну, в общем-то, лояльно высказались на вас счет, они готовы сотрудничать, присматриваются, видимо, пока, ждут, как себя проявите. Вы-то готовы тоже? Да, конечно, готовы. Идти с ними на контакт? Конечно, мы уже идем на контакт, уже общаемся и сотрудничаем с ними, так что я думаю, что и в дальнейшем будем координировать свою деятельность совместно. Конечно, в первую очередь, как я уже сказал, что мы будем работать с оппозиционными партиями, ну, мы, уж извините, как не я. Договорите я, ничего. Я буду, хотя, в принципе, я представляю не одного себя, да, то есть 5% это на нашу партию, поэтому я, наверное, все-таки буду говорить мы, потому что я представляю не одного себя, и у нас достаточно хорошие молодые коллеги. Еще раз, оточните, 5% это? 5,4% в Городскую думу. А, в Городскую думу, да. Я имею в виду, что это не лично за Николая Барсукова голосовали, а голосовали именно... Я просто помню цифру, сколько проголосовало за вас на губернаторских выборах. На губернаторских, да. 4,27 в среднем. Да, да. То есть это получается где-то 14 тысяч человек из числа проголосовавших. Ну, чуть поменьше. Ну, так или иначе... Ну, хорошо, мы, ладно, вернемся к этому чуть позже. Хочу спросить вас про выборы главы города Елены Ковалевой. Вы за нее голосовали вчера? Да. Мотивация? Почему? Хотя я и склонялся поддержать и... Журавлева. Журавлева. Два кандидата. Да. Журавлева, Журавлева. Но единственное, что вот меня все-таки в предыдущий день мы общались, и с Владимиром Евгеньевичем, так сказать, я думал, за кого отдать свой голос. Но все-таки именно вот в момент принятия... Ну, с утра мы еще и со своим обкомом обсудили этот вопрос, за кого проголосовать и каким образом дальше двигаться. В принципе, ну, и Владимира Евгеньевича, и Елену Васильевну я знаю, ну, не настолько близко, чтобы сказать, что мы там друзья или с тем, или с тем человеком. Но, по крайней мере, по своим действиям, и я знаком был по студенческим отрядам с Еленой Васильевной, как бы, как она относилась к нам с Владимиром Евгеньевичем. Когда она возглавляла еще ведомство финансовое. Да, да, да. И поэтому я считаю, что как бы она, ну, достаточно и принимала решение, когда она свою речь озвучила. Я считаю, что я поддержал ее с точки зрения поддержки именно человека, который будет руководить городом достаточно хорошо. Если я увижу в ее действиях какие-то неправильные, то я буду ее первой критиковать. Проголосуйте, пожалуйста, поучаствуйте в нашем опросе. Женщина во главе города Кирова. Я сейчас смотрю результаты на странице нашей ВКонтакте. 600 человек проголосовали. Итак, женщина во главе нашего города. Это превосходно? Хорошо? Ничего особенного? Это плохо? Ой, не знаю, не знаю. Надо еще подождать. Я уже поучаствовал. Поучаствовали? Хорошо. Да, хорошо. Превосходно тут нет никакого, но то, что изменение женщина, все-таки она достаточно неплохой человек. Я считаю, что, ну, как она себя проявит, конечно, тут посмотрим. А с точки зрения того, что нужны какие-то изменения, да, мужского коллектива, да, ну, может быть, она более так это заставит мужчин, как сказать, ну, более собраться, более интересно. Вам лично, как мужчине, приятно будет работать под началом? Женщины, симпатичные, кстати, женщины. Ну, я думаю, поработаем, увидим. Ясно. Давайте еще поговорим. Вы, кстати, вошли в две комиссии, да? Да. Это комиссия по регламенту и комиссия по бюджету. Ну, да, по бюджету и финансам. Комиссия городской думы, да. Да, комиссия городской думы по бюджету и финансам. И комиссия городской думы по местному самоуправлению, регламенту депутатской этики. Вот две комиссии, в которые я вошел. Причем, наверное, меня так это и избрали, благодаря тому, что я выдвигался на заместителя главы города. Меня в обеих комиссиях избрали. Напомните, кто вас выдвигал? На пост главы? Нет, я выдвигался на замглавы, самовыдвижение, ну, от своей фракции, так сказать. То меня дружно избрали в обеих комиссиях с секретарем. То есть, наверное, раз хочешь работать, тогда начни с минимального. А как вы думаете, больше могло бы быть кандидатов на пост главы? Больше, чем двое, чем Ковалев и Журавлев. Почему-то коммунисты не выдвинули. КПРФ, имею в виду, и почему-то ЛДПР тоже не выдвинули своего кандидата. Ну, наверное, не видели. Это упущение? Наверное, не видели. Да ведь по регламенту-то любой ведь может депутат предложить любую кандидатуру и числа, собственно, избранных. Мог и я, но я считаю, что на главу города пока нет, наверное, и ни в КПРФ, ни в нашей фракции. Вы лично себя еще не считаете, что вы дотягиваете до главы города? Нет, пока еще, потому что я еще практически первый раз активно буду заниматься депутатской деятельностью. И, ну, по крайней мере, надо поработать хотя бы один-два срока. Ну, по крайней мере, один срок. И тогда уже можно посмотреть, справлюсь я, не справлюсь. Хотя, конечно, ничего нерешаемого нет, но, по крайней мере... В чем заключается ваша будет работа непосредственно с избирателями? Так вот, наказы избирателей... У нас такое существует понятие. Правда, еще пока не ясно, будут ли выделяться деньги каждому депутату на исполнение этих наказов. Но все-таки, вот ваши сейчас первоочередные задачи на ближайшее время. Какие проблемы конкретные будете помогать решать жителям города? Конкретные проблемы, как вот меня уже и спрашивали, когда я выдвигался в заместителе, я все-таки считаю, что нужно развивать общественные организации в городе и в области. Молодежные. Молодежные. Ну, общественные и молодежные, и остальные организации. Почему? Потому что, вот даже сравнивая по молодежному спектру организаций, я возглавлял российские студенческие отряды, это практически, наверное, самая крупная молодежная организация в области. Известная достаточно, да. Почему я опять к ней возвращаюсь? Потому что, в принципе, такими же должны быть и военно-патриотические организации такого же уровня, как российские студенческие отряды. потому что я не бахвалясь, потому что 700 студентов у нас сейчас в российских студенческих отрядах в городе Кирове ездит, и каждый год увеличивается численность. Это, я считаю, что не малое количество, и ребята идут и занимаются, и уже практически без необходимости того, чтобы я этим вопросом занимался, то есть самостоятельно действует, развивается. И поэтому я считаю, что все молодежные организации должны быть хотя бы не такого, но близкого уровня. То есть молодежные политические организации... Делается ставка, на ваш взгляд, должна быть на активную какую-то позицию, на продуктивную деятельность, на патриотическое воспитание, в том числе. Да, на политическое воспитание. На политическое. Ну, патриотическое, я имею в виду патриотическое и политическое. То есть у нас тоже, как у нашей партии... Политическое имеем в виду с каким-то подходом таким плюралистическим, или под одну партию каким-то заточенным? Не обязательно. То есть у каждой партии, по идее, должна быть своя мощная молодежная организация. Вот мы сейчас тоже в своей партии развиваем Комсомол. Коммунистов России есть. Коммунистов России есть. Молодежное крыло, да? Молодежное крыло. Есть организация, причем с очень интересным названием, ВЛКСМ. Только она расцифровывается, как иначе, по-моему. Всероссийский. Только Всероссийский. Они все союзные, как раньше было. А Всероссийский, Ленинский коммунистический союз молодежи. Мы так зарегистрировали. Вовремя успели перерегистрировать документы из Союза коммунистической молодежи, где мы раньше были. Она у нас так и осталась. У нас не у КПРФ, то есть они переименовали ВЛКСМ свою организацию вновь зарегистрированную. А мы ее перерегистрировали в ВЛКСМ. То есть сейчас у нас в Кирове есть уже рекотделение. Будем его развивать именно со стороны партии. Но я считаю, что со стороны и города, и со стороны области все организации должны. Я не отрицаю, что там и наши друзья КПРФ, тоже свою ВЛКСМ, молодежные организации, тоже должны развивать. И тоже должно быть и общение, и остальные партии, то есть свои молодежные организации. Потому что подготовка кадров, с чего мы в том числе и расходимся с КПРФ, то, что необходима молодежная подпитка, нужна хорошая подготовка кадров. А, как я уже говорил, одна из частей нашей партии, это именно Комсомол, который был в КПРФ, который точно так же это все не устраивал, что там происходит. Нам пора сделать рекламную паузу. Напоминаю, что это особое мнение Николая Барсукова. Вернемся в студию через полторы минуты. Особое мнение на 101FM Николай Барсуков, депутат Кировской Городумы, 6-го созыва, руководитель рекотделения Политической партии Коммунисты России. Это его особое мнение сегодня. Есть на нашем сайте kirova.ru вопросы. Вам, Николай, давайте быстренько по ним пройдемся. Есть тут среди заданных вопросов, которые я уже озвучивал, они касаются работы в Гордуме. И, кстати, да, по Гордуме вы сейчас сказали в перерыве, что у вас уже зреет конкретное предложение, которое вы хотите внести. Давайте его озвучите, и потом я к вопросу. Мы один из конкретных предложений, которые у нас есть. Мы смотрим, у нас каждый год думают, когда начать отопительный сезон. У нас такое предложение возникло. Может быть, внести законодательно предложение, что отопительный сезон начинается с 1 сентября, а уже по желанию каждая ЖКХ, каждая управляющая компания или каждый даже дом может включать отопление в тот момент. То есть нам готовится к дате 1 сентября. А уже каждый дом будет подключаться по мере необходимости. То есть по желанию этого дома. К 1 сентября ресурсники это тепло дают, то есть дают возможность. Вот смотрите, мы можем уже вырешать. То есть оно подведено, будет подготовлено все, подведено. То есть если есть желание, этот дом включает тепло. То есть вот такое предложение, чтобы не придумывать 10, 15, 20 сентября. И каждый год почему-то мы не успеваем начать. То есть я думаю, что такое предложение 1 сентября, и закрепить это законодательно. То есть если будет тепло на улице, можете не включать непосредственно в домах. Ага. Ну это как одно из предложений. Давно родилась вообще эта идея такая или она как-то вынашивалась? Буквально, наверное, неделю назад мы пришли к такому мысу. Вы ее озвучите непосредственно в городдоме? Да. Ага, хорошо. Итак, вопросы с сайта kirova.ru. Алексей, нет, простите, сначала не от Алексея, а от человека, который оставил свой адрес электронной почты. Просит он напомнить основные отличия коммунистов России от Компартии России. Давайте в двух словах. Ну в двух словах. Во-первых, у нас партия молодая, средний возраст партии 40 лет, КПРФ за 70, средний возраст, руководитель нашей партии нет 40 лет, точно так же руководитель партии КПРФ за 70 лет. Опять же, вопрос финансирования, то есть в наших рядах нет олигархов, в наших рядах нет богатых, то есть у нас в основном финансирование за счет взносов и пожертвований. А вот есть такой вопрос, да, на какие средства существует партия коммунистов России? Да, поэтому... Взносы, вы говорите? Взносы, пожертвования и так далее. То есть кто-то нам помогает, но мы не включаем в свои списки не олигархов. Хотя у нас депутатов не так много. На этих выборах партия получила где-то порядка 40 или от 40 до 50 точную цифру, сейчас пока не знаю, мандатов разных уровней парламентов. По стране в целом. Да, разные уровни парламентов местных и региональных. Поэтому таких уже более 200. То есть, ну, по крайней мере, начинаем. Я думаю, что в перспективе увеличим количество наших депутатов. Тем более, вот, нехороший момент был прецедент с Северной Осетией. Как уже все слышали, вся область. Мы тоже поддержали голодовку руководства нашей партии. В середине августа это было как раз... Да, да, да. Почему? Потому что... Подождите, Северный или Ставропольский край все-таки? Нет, Ставропольский суд снял в Северной Осетии. А, да, Ставропольский суд, а речь идет о Северной Осетии, да. Там был... Почему Ставропольский суд? Потому что в Северной Осетии был в списке от КПРФ, которые снимали наш список, третьим или четвертым человеком шел сын верховного судей региона. Поэтому мы дали отставку всем судьям и перенесли в Ставропольский край, который точно так же снял, ну, то есть там, можно сказать, по беспределу снял наши списки, посчитав, что практически все подписи поддельны на заявлениях, хотя люди подтверждали свои подписи, но это было снято непонятно каким-то образом, проведена вот эта вот... Процедура. Процедура, да. Еще раз вас просят пояснить разницу в отношении к действующей власти КПРФ и коммунистов России. Разница в отношении действующей власти. У нас точно так же мы относимся к действующей власти отрицательно, то есть мы считаем, что необходимо менять, в первую очередь, но самое главное здесь в отношении, мы считаем, что необходимо поменять, взять власть, то есть наша задача взять власть, взять и своего президента, и взять власть именно в стране, поэтому и в дальнейшем построение социализма, то есть КПРФ, как мы видим, этого не хочет. Это одно из тоже отличий нашей партии от КПРФ, то, что у КПРФ уже была неоднократно такая возможность, и помним большинство в парламенте, и выборы Геннадия Андреевича 96-го года, это уже сейчас стало достоянием всех, то есть мы знаем, что он отказался тогда от президентства. От президентства, да-да-да, давненько это было уже. Поэтому мы видим, что КПРФ не готова взять власть, ее устраивает та ситуация, которая сейчас происходит. Еще один вопрос от нашего слушателя, не знаю тут какие выборы он имеет в виду, вы действительно верили в победу на выборах, или какие-то другие цели преследовали? Верили в победу на губернаторских выборах, ну была надежда. Была надежда, что вы преодолеете 50% порог. Была надежда, что могут люди проголосовать за альтернативного, потому что все-таки там те кандидаты были постарше. То есть вы надеялись на некое протестное голосование? Протестное голосование, и то, что молодой, тем более земляк, я думаю, что я рассчитывал, что там будут какие-то возможности. Хорошо, давайте к выборам губернаторским перейдем. 10 сентября они состоялись, ваш результат четвертый из четырех кандидатов по количеству набранных голосов, 4%, 4,27%. Если переводить количество проголосовавших за вас, то это примерно 13 тысяч человек, ведь это довольно неприличная цифра. Это сопоставимо с населением районного центра, например, в Кировской области. Кто эти люди, Николай, поясните, пожалуйста, кто люди, проголосовавшие за вас? Ну, это люди, в первую очередь, те, кто разочаровались в наших ближайших, так сказать, друзьях. Я имею в виду КПРФ. То есть на зло, которые голосовали. Не на зло, а те, кто хочет видеть новую партию. То есть у нас в этой стране тоже уже люди от наших четырех партий, которые давно существуют и давно в парламенте, уже устали, потому что нет никаких изменений, нужно что-то новое. И хорошо развивающаяся новая партия. Я думаю, что мы на всех уровнях выборов, что в нашей области, что в стране, мы показали, что мы являемся пятой партией в стране. То есть опередив даже такие партии, как Яблоко и Родина, Патриоты России, которые уже много лет существуют и практически там кому и 20 лет уже есть. Так, раз. Обозначили первую группу или это основная масса? Я думаю, что это основная масса плюс. Желание чего-то нового, нового кандидата. Плюс, я думаю, что те, кто меня знает. Ага. То есть личное уже. Личное, да. Личное знание, личное знакомство с вами, с партией, с ее программой и так далее. Я думаю, что это самый лучший вариант. И в дальнейшем надо именно таким образом развивать, что те люди именно кто знает, кто видит, кто видит то, чем я занимаюсь, кто видит какие реальные шаги. То есть возьмем там студенческие отряды, потом возрождение лагеря. Я думаю, что как раз я и собираюсь в дальнейшем именно социальное направление развивать, то есть делать еще какие-то. Ну, пока вот не будем озвучивать какие направления, но я считаю, что у нас уже мысли есть. Нет, я думаю, что надо сначала сделать, потому что получится, что я... Позже об этом поговорим. Да, когда я озвучу, а потом не получится, то получится, что я тут о том говорю. 64 с небольшим процентом результатно-губернаторских выборов у Игоря Васильева, уже действующего губернатора Кировской области, если переводить в конкретные голоса, то получается, за него свой голос отдали порядка 200-210 тысяч проголосовавших жителей области. Население, напомню, региона миллион 300, миллион 400. Получается, на ваш взгляд, это действительно легитимный губернатор, народный, всенародный губернатор, исходя из того, что только каждый шестой, исходя из населения, проголосовал. Исходя из того, что не пришли, значит, проголосовали за. То есть об этом все говорили. Других речей уже не может быть. Все, проголосовали. Нет, ну, если вы против, придите, проголосуйте за любого. Придите, испортите бюллетень. То есть, если вы не пришли, вы, значит, поддерживаете действующую власть. Я так считаю, что были альтернативные варианты. Ну, не нравится Мамаев, не нравится Черкасов, Барсуков. Не нравится никто из оппозиции. Поставьте два крестика напротив любого. Испортите бюллетень. Это бы тоже считалось, что люди пришли, проголосовали, но это было бы испорчено бюллетень. То есть вы бы все равно, ну, то есть человек, когда он, есть желание у него проголосовать за, там, против, то это можно всегда сделать. То есть, раз нет графа против всех, то тогда можно это каким-то образом все равно использовать. То, что есть, то и есть. То есть, да, другими словами, все, выборы состоялись, голоса подсчитаны, все, губернатор избран. Надо вовремя делать. Оценка Йовки. Почему? Плохая. Почему? 30 с небольшим процентом в целом по среднему по области и 23 процента по городу. Значит, поддерживают. Поддерживают. Ну, другого слова не находится, потому что, если бы не поддерживали, тогда должны были прийти. Сегодня тоже такое знаковое событие в жизни региона. Сегодня, я не знаю, продолжается или уже закончилось пленарное заседание областного законодательного собрания, где в том числе рассматривался вопрос о назначении новых представителей, новых членов. Заместителя, заместителя, вернее, да, представителя правительства Кировской области. Имена эти уже известны. И вот мне мои коллеги, новостники подсказали, что единогласно депутаты проголосовали за предложенное Игорем Васильевым кандидатуры. Либо голосовали за, либо воздерживались. И только, по моей информации, только один был голос против, но это уже роли не играет. Итак, из прежнего состава правительства у нас остались Максим Кочетков, Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков и Илья Шульгин. Есть какие-то комментарии по этим персонам у вас? Как оцениваете их работу на протяжении последних месяцев? Достойны ли они того, чтобы войти в постоянный состав правительства? По крайней мере, по своей работе сталкивался с Дмитрием Курдюмовым. В принципе, достаточно хороший, адекватный руководитель. Хорошо. Вы вправе говорить столько, сколько вы считаете. Остальных я просто не сталкивался. Новички Андрей Плитко и Алексей Коробов. Как сообщили СМИ и коллеги, бывшие действующего губернатора по Росреестру. В сети, конечно, жаркое обсуждение опять поднялось. Опять люди пришедшие, приглашенные, не местные. Вы не воспринимаете это так болезненно? Нет, не воспринимаю. Я думаю, что, конечно, можно было и местных, но поживем, увидим, как они себя проявят. То есть иногда и не местные хорошо работают. Не иногда, а бывает. В общем, вы полагаетесь на решение губернатора? Я думаю, что, не зная людей, обсуждать их за глаза и говорить о том, что хорошие неработники или плохие. Посмотрим, поживем, увидим. Если они себя проявят плохо, то будем их критиковать. Если хорошо, будем поддерживать в их работе. Тоже довольно резонансное событие. Возвращение, как его окрестили в областное правительство генерального директора завода «Селимаш» Александра Чурина. Ну, мы видели, что он шел вместе. Ну, про Эмерис, да, формирование, участие в формировании команды. Ой, простите, программы развития региона. Программы. Поэтому большим секретом не было, что... Для вас это не неожиданность. И больших претензий тут тоже на сей счет нет. А вот кандидатуры Ольги Куземской, Владимира Бикетова и Константина Мищенко, они не были включены в тот список, который предложил глава региона. Эти люди, эти деятели. Ну, не знаю, значит, плохо себя проявили. Значит, плохо себя проявили. Хорошо. Хотя где-то в сети писали про Бикетова, что его странили за то, что мы сняли КПРФ с выборов, но с городскую думу, где-то, по-моему, в наблюдатель подобную информацию писали. Но я его в этом вопросе не видел и считаю, что это просто большая утка. Поэтому мы занимались сами, без всякой, так сказать, помощи со стороны областного правительства. И поэтому... На 100% готовы заверить, что никакого отношения... Документы готовили мы, то есть если у кого-то есть желание, могут подойти к нам в обком и посмотреть все документы, которые мы подавали. И документы писал у нас Сергей Викторович Садовников, так что нет никаких... А как можно продавить, если документы подготовлены неправильно на регистрацию партии? Тут хоть продавливай, хоть не продавливай. Тут, по-моему, с обратной стороны судья три дня думала, выходные брала на то, чтобы подумать, что как можно не снять парламентскую партию. Но все-таки пришлось снять парламентскую партию. Ну, как мы уже об этом говорили, что вопрос, я думаю, что должен быть закрытым в перспективе, если КПРФ не будет продолжать таких шагов в отношении нас. Я думаю, что не только в Кировской области это необходимо сделать по всей стране. Ну и, наверное, последний вопрос, все-таки такие заметные ключевые перемены в жизни области, новый уже полноценный губернатор без приставки в Рио и новая команда формируется. В целом, в будущее, Николай, как смотрите? В будущее Кировской области, города, себя лично, своих друзей, коллег, семьи? В будущее всегда смотрим с большой перспективой. С большими надеждами? С большими надеждами. Я думаю, что будем работать, и я в том числе все буду, все возможное делать для того, чтобы у нас область развивалась, работать именно, как я уже говорил, в социальном направлении, молодежном. То есть я буду всеми своими возможными усилиями прилагать к тому, чтобы у нас область жилась лучше и область развивалась. Да, кстати, как депутата Гурдумы вас где можно найти? Как депутата Гурдумы? Ну, мое рабочее место в Доме культуры и космос, вход со двора. Там находится наш лагерь имени Гагарина, офис. Так что пока у нас других кабинетов нет. Но я думаю, что в перспективе мы все равно сделаем отдельный кабинет. Приемная. Приемная и офис для нашей партии. Мы все равно будем делать отдельно. Спасибо. Завершается наша беседа. Время истекает с Николаем Бурсуковым. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания.